Новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса. Все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Инна Щедрова. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Век высоких технологий. Полис ОСАГО теперь можно купить через интернет. Полис ОСАГО через интернет. О том, угрожает ли он страховому рынку, расскажу я, Наталья Ладутика. Спортсменов променяли на туристов. В Большом Камне закрывают единственный в городе яхт-клуб. Я не одобряю, потому что забрали лодки, все осталось, две яхты всего. Как сохранить редких животных? Во Владивостоке встретились руководители российских заповедников и национальных парков. О том, как руководители национальных парков и заповедников всей страны обсуждали проблемы экологии и сажали кедры, подробнее расскажу я, Валерия Белоус. И еще расскажем о том, как творческая молодежь Владивостока объединилась и даже выпустила свой первый диск. И о том, до чего дошли жители Владивостока в рамках Всероссийского дня ходьбы. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Высокие технологии предложили использовать автомобилистам для оформления полиса обязательного страхования гражданской ответственности, более известного по аббревиатуре ОСАГО. Напомню, ранее автовладельцы в Приморье получили возможность продлять документ, не выходя из дома, то есть онлайн. Правда, тогда спорной оставалась ситуация с обязательным техосмотром машины. О том, все ли автомобилисты смогут воспользоваться услугой через интернет и как это сделать, разбиралась Наталья Ладудько. Ей он тоже скоро понадобится. Оформить ОСАГО через интернет могут не все автовладельцы. Того, кто только купил машину и получил права, будут оформлять по старинке в страховой компании или у агента. А купить ОСАГО, не выходя из дома, могут только те, кто числится в автоматической информационной системе РСА, то есть водители, которые уже страховались ранее. В настоящий момент к системе продажи электронных полисов подключено 27 компаний. Уже имеют проданные полисы 12 компаний. На текущий день обладателями таких полисов стали около 8 тысяч автовладельцев, рассказал Игорь Юргенц, президент Всероссийского союза страховщиков. По Владивостоке к нововведениям пока относятся настороженно и за полисом идут в проверенное место. Страховые агенты уверены, новая услуга без клиентов их точно не оставит. Клиент найдет вариант, который удобнее для него. Просто выбор у людей появляется. У нас свой клиент, поэтому нам... Нет, я знаю, что она появится, но я пока еще не смотрела, не изучала, не знаю. Но у вас клиентов от этого не убавилось? Нет. Пенсионеры. Понятно. То есть им удобнее так? Конечно. Для заключения электронного договора нужно то же, что и для обычного. Данные гражданского паспорта, паспорта машины и водительских прав. Плюс логин и пароль. Его можно узнать у страховой компании, с которой ранее заключали договор. Оплачивают полис также в электронном виде с помощью банковской карты. А дальше нужно только распечатать и возить его с собой. Уже все способные у нас. Умеют пользоваться техникой. Думаю, что как новшество было бы тоже удобно кому-то. Ну и нас не надо забывать. ОСАГО через интернет – это не способ для ленивых, как может показаться на первый взгляд. Просто в некоторых регионах до пункта продажи полиса сотни километров. В Владивостоке с этим проще. Страховщики у нас на каждом шагу. Поэтому без работы они точно не останутся. Пока доля электронных полисов в общем объеме продаж ОСАГО не превышает 1%. Но поправки в закон только вступили в силу. А значит, судить о том, насколько популярны полисы через интернет, можно будет не раньше, чем через полгода. Сзади Ладудька Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Хотим мы этого или нет, но интернет все динамичнее и врывается в жизнь каждого россиянина. При этом глобальная сеть давно стала не только средством связи и развлечения, но и помогает нам избежать кабинетной рутины в оформлении документов. Уже абсолютно нормальным считается подавать документы на оформление заграничного паспорта через интернет и даже записываться к врачу. Хотя еще несколько лет назад к услугам онлайн прибегали только самые продвинутые пользователи компьютера. А сегодня в режим онлайн переходит даже пенсионный фонд. Поэтому тем, кому втягой стоять в очереди за справками, остается лишь освоиться в виртуальном пространстве. Кстати, именно этой теме мы посвятили сегодняшнее голосование. Нам интересно, а вы пользуетесь госуслугами через интернет? Интернет помогает не только быстро оформить справки. но и сбыть наркотики. По словам сотрудников госнаркоконтроля, сегодня отследить потоки наркотических средств стало гораздо сложнее. Наркодельцы также идут в ногу со временем и свой дурманящий товар все чаще передают бесконтактным способом. Правда, от продвинутых пользователей интернета не отстают и сотрудники правоохранительных органов. Они уже научились работать на опережение. В находке пресечена деятельность преступной группы, которую, кстати, организовали несовершеннолетние. И даже вовлекли своих родителей в этот сбыт. Тоже они осуществляли посредством интернета. То есть, примеры успешной борьбы, они есть. 218 килограммов синтетических наркотиков изъяли наркополицейские в Приморье с начала этого года. Практически по всем делам уже вынесены судебные решения. При этом сроки заключения в колонию строгого режима довольно внушительны. Распространители получают минимум от 14 лет. Тем временем в Большом Камне спортсменов променяли на туристов. В городе закрывают единственный яхт-клуб, где, к слову, занимаются люди и из соседних городов Дальнего Востока. Комсомольска, Наамуре, Хабаровска и Благовещенска. На базе спортивных тренировок собираются установить катерную стоянку и спасательный пост. О том, кому понадобился участок земли у моря и готовы ли спортсмены искать другое место для тренировок, в нашем следующем материале. У яхтсмена Юрия Шелекадзе сегодня последняя тренировка. Его яхт-клуб закрывается. Из 35 судов 33 уже покинули бухту. Я не одобряю, потому что забрали лодки. Все осталось, две яхты всего. До сих пор Юрий приходил сюда почти каждый день. Учился управлять двухместной лодкой. Теперь на входе охрана. Землю, ангары и часть судов, принадлежавших клубу, чиновники из администрации Большого Камня передали сотрудникам Управления гражданской обороны. А яхтсменам посоветовали найти другое место для тренировок. Власти решили устроить на этом месте катерную стоянку и спасательный пост, чтобы привлечь туристов. Городской округ Большой Камень имеет границу с морской акваторией 34 километра. Соответственно, по территории расположено около 13 баз отдыха. Приезжают люди из Хабаровской, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска. Соответственно, городской округ несет ответственность за безопасность как жителей, так и людей, которые приезжают на территорию. Именно с этим связана необходимость этого поста. Когда-то участок земли, где располагался клуб «Звезда», принадлежал местному военному заводу. Яхтсменов, руководство предприятия пустило сюда бесплатно. Пирсы, насыпи и ангары тренеры и родители учеников строили на собственные деньги. Потратили несколько десятков миллионов рублей. Клуб благополучно работал почти три десятка лет. Но в прошлом году военные передали землю на баланс города. Наши городские власти решают свои интересы, ущерб интереса города. Яхтклуб – это для города тяжело, и поэтому мы его финансировать не будем. Это при том, что он его и сейчас не финансирует, ни рубля со стороны городской администрации, а это все работает. Их смены могут остаться на привычном месте, говорят власти города. Но при условии, что будут платить аренду за землю, а это около 150 тысяч рублей в месяц. У клуба таких денег нет. Ближайшая парусная секция находится за 100 километров во Владивостоке. Из полусотни сегодняшних воспитанников яхтклуба ездить так далеко готовы немногие. Возмущенные родители написали коллективные письма уполномоченному по правам человеку в Приморском крае, губернатору и в региональный спорткомитет. Просят не уничтожать в городе яхтенный спорт. Сергей Савин, Евгений Апарин, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом. Сбор канцелярии для детей с онкогематологическими заболеваниями организовали волонтеры общественного движения «Мы вместе». Акцию неравнодушные школьники и студенты проводят уже третий год подряд. Канцелярию собирают для дальнейших занятий с детьми рукоделием и аппликациями. В течение учебного года волонтеры проводят для детей мастер-классы, игры и тематические занятия, которые помогают ребятам с тяжелыми заболеваниями реабилитироваться. Постоянной финансовой поддержки у некоммерческой организации нет, поэтому и подобные сборы проводят ежегодно. Так что, если у вас тоже появилось желание принять участие в акции, приносите канцелярию в Дом молодежи на проспекте Столетия, Владивостоку 103, кабинет 215. Принимать помощь будут по пятницам с 16.00 до 18.00 и по субботам с 15.00 до 17.00. Тем временем во Владивостоке появилась уникальная аллея корейских кедров. При этом садоводами выступили руководители заповедников и национальных парков, которые съехались во Владивосток со всей России. В нашем городе будут обсуждать, каким образом защитить редких животных и стимулировать развитие экологического туризма. А перед тем, как сесть за стол переговоров, участники совещания вышли в сад. К ним присоединилась и Валерия Белоус. Прости. Прости. И радуй нас. Практически все в пиджаках и начищенных туфлях. Более 150 руководителей природоохранных территорий сажают кедры на острове Русском. Важные гости приехали со всей страны. Это и Сахалин, и Магадан, Курилы, Сочи. Кедры у нас не высаживают. У нас высаживают сосны, ели, елки. В общем, все, что есть пихтовое, у нас тоже растет. Поэтому у нас, мы бережно к этому относимся. И дай вот Бог Всевышний, чтобы это дерево выросло, стало большим и знало, кто его посадил. Приехал за 7 тысяч километров и посадил. А в Приморье кедры сажают далеко не в первый раз. Для нашего национального парка такое мероприятие уже давно стало ежегодным. Причем с лопатой в руках и перчатках работают не только специалисты заповедника, но и все желающие. Деревья высаживают как в пределах Владивостока, так и на разных участках заповедной земли. Самое главное, чтобы корень, когда посадят, чтобы его придавили. Чтобы не упало дерево, как вот это вот сейчас. Это неправильно уже посадили. Сейчас надо обратно сейчас его закапывать, чтобы оно было нормально. Директора заповедников и нацпарков выездные и общероссийские совещания устраивают каждый год. На этот раз проблемы экологии обсуждают у нас, в Дальневосточном федеральном университете. А закладка аллеи с корейскими кедрами – это акция, которая и открывает программу. Одна из главных тем дискуссий – сохранение краснокнижных животных. К сожалению, именно по вине человека исчезающих видов становится все больше. Байкальская территория сильно горела в этом году. Причем горела аномально сильно. Таких пожаров у нас не было. Незадолго до начала совещания закончили гореть попривожские территории. Есть о чем поговорить, есть какие-то итоги подвести, сделать выводы. Кроме того, специалисты намерены поднять вопрос экологического туризма. В Приморье это явление стремительно набирает обороты. Еще пять лет назад у нас элементарно не было даже гидов-проводников. Но сегодня желающих увидеть уникальные природные памятники или следы тигра, леопарда так много, что сопровождением в лес занимается каждая вторая турфирма Владивостока. Одной из наших задач является восстановление тех лесов кедровых, которые когда-то были на этой территории. К сожалению, в результате хозяйственной деятельности такие леса были сведены. А именно такой кедровый лес является домом и местом, где могут хорошо кормиться копытные, где будет удобно и комфортно леопарду, тигру и другим очень важным и интересным для нас животным. Каждый из заповедников и нацпарков России обозначен на аллее специальной табличкой. И это, пожалуй, не только памятный знак, но и определенная ответственность. Для того, чтобы посадить дерево, нужно в принципе не очень много времени. Буквально 20-30 минут. Но чтобы оно прижилось и здесь выросло, настоящая кедровая аллея потребуется как минимум 50 лет. Валерий Белоус, Александр Бортовщук. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Первый совместный диск местных исполнителей вышел во Владивостоке. Расскажем, до чего дошли жители Владивостока в рамках Всероссийского дня ходьбы. И подведем итоги бесплатного голосования. Напомню, нам интересно, а вы пользуетесь госуслугами через интернет. Сегодня с вами я, Инна Щедрова, и мы продолжаем. Далее в выпуске. Первый совместный диск местных исполнителей вышел во Владивостоке. Расскажем, до чего дошли жители Владивостока в рамках Всероссийского дня ходьбы. И подведем итоги бесплатного голосования. Напомню, нам интересно, а вы пользуетесь госуслугами через интернет. Своими впечатлениями о Владивостоке поделился посол США Джон Тефт, который посетил наш город несколько дней назад. Американец сам убедился в том, что сегодня у нашего города есть все шансы наладить крепкие связи между двумя странами, несмотря на некоторые политические разногласия между государствами. «Я бы никогда не смог представить, что мне доведется увидеть российских спортсменов, играющих в американской футбольной лиге на Дальнем Востоке. Я беседовал с ними и с их тренером, и получил истинное удовольствие от этой встречи, так как сам всю жизнь был футбольным болельщиком. Команда произвела на меня сильное впечатление, и теперь я считаю себя болельщиком команды «Дикие панды», написал в своем блоге Джон Тефт. Также Джона Тефта впечатлил остров Русский, особенно грибная база, где, по его словам, можно готовить российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Посол также посетил и порт Владивостока, современный художественный центр «Заря», галерею «Арка» и музей Арсеньева. И даже встретился с сыном Юла Бриннера. Подробный отзыв о нашем городе вы можете посмотреть в интернете, открыв блог Джона Тефта. Кстати, именно теме пользования глобальной сеткой мы посвятили сегодняшнее голосование. Нам интересно, а вы пользуетесь госуслугами через интернет? Если вы уже привыкли оформлять документы и заказывать справки через государственные интернет-порталы, а не простаивать очереди в кабинеты, звоните по телефону 249-88-06. Если же вы такие операции доверяете только специалистам, и сами не пробовали оформлять документы онлайн, набирайте 249-88-07. Итоги опроса узнаем в конце выпуска, а пока посмотрим, как на этот же вопрос горожане ответили нашим корреспондентам. Пользуюсь. А что конкретно, какими? Ну, регистрация автотранспорта. Пользуетесь, да? А вообще удобно это для вас? Не совсем, но удобно. Ну да, пользуюсь. А что конкретно? Паспорт переоформляла через госуслуги. Здорово, удобно? Удобно. Нет, мы не знаем, мы тут местные, не местные, приехали внучку нянчить. Нет. А почему? Ну, потому что я в этом деле слабак. А как я? Да, Владивосток. А какими? Паспорт делала. Удобно было? Ну, вообще, да. Удобно. Творческие личности Владивостока объединились и даже выпустили совместный диск. Проект «Витражи» позволил местным исполнителям, художникам и мастерам заявить о своем таланте во всеуслышание. Оказалось, для этого необходимо было всего лишь объединиться. Презентация альбома состоялась в эту субботу. Организаторы планировали как следует разогреть публику горячими песнями, танцами и даже блинчиками. На фестивале побывала и Александра Нитай. Для привыкших к переменчивой погоде Владивостокцев холод и ветер не стали препятствием кремопровождению на свежем воздухе. 3 октября на площадке амфитеатра «Спортивная набережная» состоялся первый дальневосточный фестиваль музыкального и визуального искусства «Витражи». Проект объединил музыкантов, художников и мастеров прикладного искусства города. В холодный октябрьский день мало кто воздержался от танцев, потому что с главной площадки зрители согревали своими музыкальными выступлениями такие группы, как «Кул Корал», «Невроу», «Парадокс», «Свобода», «Инсайд Аут», «Док Фидерс», «Хейс», «Виэр Васаби» и любимцы публики «Марлины». Понравилась группа «Марлины», первая группа «Невроу» и «Свобода». На самом деле это «Марлины», из них никуда ради них, практически сюда только и пришли. Но мероприятие очень крутое, возможно приобщиться к искусству больше, и на самом деле арт-проект «Витражи» это очень классная идея. Все хороши по-своему, мне кажется. Тут же на фестивале всем желающим бесплатно раздавали CD-диски с хитами 12 владивостокских групп. Это первое в городе собрание, где свои песни записали сразу несколько местных исполнителей. Очень важно взращивать молодежь на высоких ценностях, на ценностях владивостокской культуры. Культура, которая готова преподнести хороший уровень качества. И когда молодежь ко мне подбегает и просит диски, я рад. Я рад, что действительно мы все-таки продвигаем это в массы. Еще один проект фестиваля «Вход» представил горожанам сразу две площадки. Это выставка картин местных молодых художников, а также коллаборация «Я чувствую», во время которой художники в режиме реального времени создавали картины без предварительных эскизов. У них задача без эскизов именно прийти и прочувствовать, грубо говоря, как краска и кисть слышат звук. Мы решили сами идти к вам. И теперь мы будем появляться там, где вы работаете, где вы ходите по магазинам, где вы ужинаете в ресторанах, где вы ходите в кино, на каких-то акциях, чтобы показать, что владивостокский художник, современный он есть, молодой, талантлив, он достоин внимания. Молодые художники писали картины в самых различных стилях и разными техниками. А посетители витражей с интересом наблюдали, как художественные произведения создаются прямо у них на глазах. Здесь и масляные краски, и баллончики, и кисти, и шпатели. Самые необычные сюжеты и зарисовки. В целом за несколько часов создали семь картин. Когда начали выступать музыканты, я сразу подошел к сцене посмотреть. Долго думать не пришлось. Они играли на трубах, у них была какая-то такая музыка. Я сразу подумал, что отличная тема и взял ее. А на верхней площадке амфитеатра собрались мастера-рукодельники, которые представили свои работы. Здесь можно купить оригинальные термокружки, украшения, сувениры. А тех, кто замер, ждут кофе и панкейки. Необычные украшения и канцелярия, милые игрушки и яркие сувениры составили целую аллею рукоделия. А в такую не самую приятную погоду еще большую очередь около себя собрали ребята, которые пекли американские блинчики-панкейки. Искренний подход и делать дело свое с любовью. Да, вот, собственно, и секрет. Проект «Витражи» поддерживает мэрия Владивостока. Прежде всего, цель проекта – дать возможность молодым художникам, танцорам, музыкантам, мастерам и другим горожанам заявить о себе и своем творчестве. И сделать весь Владивосток еще богаче на таланты. Александра Нитая, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом. Сотни байкеров в Приморье собрались во Владивостоке на набережной Цесаревича. Повод, возможно, для кого-то грустный – официальное закрытие сезона. Правда, площадка на Цесаревича стала только начальной точкой празднования. Организованы колонны байкера из Владивостока, Находки, Уссурийска и даже из Хабаровска отправились в сторону выезда из города. Завершили отмечать закрытие уже на базе отдыха. При этом, по словам отдыхающих, программа была довольно насыщенной – конкурсы, рок-концерт и даже фаер-шоу. Одним из главных событий станет конкурс видеороликов «Мототавр-2015». Это десяток любительских записей на самые разные темы, связанные с мотоциклами. Тем временем пешеходы Владивостока собрались на русском острове и пошли. Глобальную прогулку горожане устроили в рамках Всероссийского дня ходьбы. По задумке организаторов, участники акции должны были одновременно начать пешую прогулку в 11 городах нашей страны ровно в 11 часов утра. Так что Владивосток в путь отправился одним из первых. Об этом Александр Бортавсюк. Честь для нас пожелать нашим друзьям пройти успешно и достойно эту дистанцию. 8 миллионов шагов. Именно столько прошли приморцы в минувшую субботу. Владивосток присоединился к фестивалю «Всероссийский день ходьбы». Стартовала акция в Петропавловске-Камчатском. Далее, час за часом эстафета по телемосту передавалась от одного городового участника к другому. Когда очередь дошла до Приморской столицы, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета собралось около тысячи человек. Сегодня это напомнило 1 мая. 7 ноября, 1 мая, вот как демонстрация шли такие воодушевленные, энергичные. Помогает нам мыслить. Сердце у нас здоровое. Раз сердце здоровое, значит и хорошее настроение. Для чего это делаем? Для того, чтобы больше прожить, потому что не все еще сделало. Мы шли, так шли, шли, шли. Целые, наверное, три километра. На дистанцию протяженностью в три километра вышли дети, студенты, спортсмены и обычные горожане. Организаторы подчеркивают, цель фестиваля – не выявить лучших спортсменов, а сплотить жителей всех 11-часовых поясов нашей необъятной Родины. И, судя по всему, сделать это удалось. Рада Бога, которого любила, Рада ночью письма берегла. На праздник массового спорта вышли даже люди с ограниченными возможностями. Колонны шли не спеша, участники распевали речевки, обменивались впечатлениями. Приятное ощущение, когда идешь своим темпом, дышишь свежим воздухом, прекрасное отношение вокруг, приятная атмосфера. Суммарно по всей стране россияне прошли почти миллиард шагов. Все получили памятные браслеты и шагомеры, заряд отличного настроения и, конечно, насладились прекрасным видом, открывающимся на бухту Аякс. Александр Бортовщук, Екатерина Матвеева, Новости на восьмом. И к новостям спорта. Удача вернулась в хоккейный клуб «Адмирал». После серии неудач владивостокские спортсмены одержали очередную победу. На этот раз встречались с хабаровским «Амуром», а вот приморским баскетболистам не повезло. Им продвинуться по турнирной таблице не позволил Сахалин. Подробности у нашего спортивного обозревателя Максима Яковлева. Первое дальневосточное дерби сезона прошло во Владивостоке. «Адмирал» у себя дома принимал хабаровский «Амур». Обе команды аккуратно атаковали, уверенно отрабатывали в защите. Никто не хотел рисковать. Несколько раз выручил Налимов. У хабаровчан также хорошо себя показал Мицола. По ходу игры каждой из сторон удавалось поиграть в большинстве, однако именно моряки смогли воспользоваться этим шансом. После очередного вбрасывания Макаров забросил шайбу кистевым броском прямиком в девятку. 1-0. Концовку первого периода вновь спасал Налимов, отражая один бросок за другим. Череда острых атак и мощных бросков прерывалась потрясающей игрой защиты. И так продолжалось вплоть до середины третьего периода, когда хозяева вошли в чужую зону и технично забросили в дальний угол. Однако гол не засчитали, зафиксировав нарушение правил. «Адмирал» прессинговал, но шайба никак не залетала, два раза угодила в штангу. И только за полторы минуты до сирены Макаров смог воспользоваться пустыми воротами гостей, оформив дубль. Итог встречи 2-0 в пользу «Адмирала». После матча вратаря моряков многие болельщики даже назвали лучшим игроком. Хочется поздравить Ивана Налимова, который провел третью игру на ноль. Ребята ему в этом помогали. Жаль, что невозможно вратарю так отыграть на высоком уровне все игры. На данный момент Иван выглядит очень здорово, поэтому играет в основном составе. Здорово, что выиграли. Хотели завершить эту серию на мажорной ноте и отправиться на выезд. Выездное турне для приморской команды начнется с Екатеринбурга. 8 октября «Адмирал» встретится с местным автомобилистом. Футболисты «Луча энергии» не смогли остановить лидеров НЛ. В матче 14-го тура первенство «Владивостокская команда» уступила «Газовику». Первая половина игры прошла в плотной борьбе в середине поля. До ворот обе команды практически не доходили. В итоге первая половина завершилась без единого удара в створ. А вот после перерыва хозяев поля как будто подменили. Прибавив скорость, и «Газовик» стал остро атаковать. На 52-й минуте игрой низом команда смогла забить первый гол. Ну а буквально через 15 минут последовал и второй. Оба мяча вышли очень похожими. Гости расстреливали ворота со штрафной линии. И счет мог стать еще больше, если бы не сейва Александра Довгни. До конца встречи «Тигры» так и не смогли сократить отставание. В итоге матч закончился со счетом 0-2 в пользу «Газовика». В то время как Оренбургский клуб находится на первой позиции в турнирной таблице, «Луч-энергия» пока на восьмой строчке. Следующую игру «Желто-синие» проведут 11 октября уже дома, где встретятся с ярославским шинником. «Спартак» Приморье открыл сезон матчем 1-16 Кубка России. В рамках встречи прошли две игры с «Сахалином». Молодые «Спартаковцы» показали хороший уровень. Самоотдача новоиспеченной команды не давала гостям расслабиться. Правда, дебют в итоге не удался. Приморская команда проиграла две игры и выбыла из борьбы за кубок. Стоит отметить, что нынешним наставником «Сахалина» является бывший тренер «Спартака» Эдуард Сандлер. Играя против хорошо знакомого руководителя, команда проиграла первый же матч со счетом 61-85. После первого поражения команда настроилась и показала результат получше. По ходу игры «Спартак» упорно сокращал отставание, но элементарно не успел. Встреча закончилась со счетом 50-60. Во второй игровой день приморская команда выявила все свои главные проблемы. Множество потерь мяча в центральной зоне и глупые ошибки в атаке уже скоро будут исправляться на тренировках. Все ребята боролись до последнего. Конечно, было море ошибок. Как тренер я недоволен тем качеством игры, которое мы показали. Для большинства из ребят матч против команды «Сахалина» очень серьезный шаг во взрослом баскетболе. Это был дебют, и волнение было не избежать. Но команда показала достойную борьбу. Радую то, что эмоционально наши парни хорошо прошли через это. Руки никто из них не опустил. Впереди у «Спартака» регулярный чемпионат. У команды всего меньше недели, чтобы подготовиться и вновь встретиться с тем же «Сахалином». Именно они являются первыми соперниками в чемпионате. Предстоящий поединок Суперлиги пройдет во Владивостоке уже 11 октября. Максим Яковлев, Александр Бортовщук. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Век высоких технологий. Полис «Осага» теперь можно оформить, не выходя из дома. Готовы ли автомобилисты перейти в режим онлайн? Большой камень остается без единственного в городе яхт-клуба. Готовы ли спортсмены ездить на тренировки во Владивосток? Руководители заповедников и национальных парков России объединились во Владивостоке, чтобы решить, как сохранить редких животных. Проект «Витражи» объединил талантливую молодежь Владивостока. В городе презентовали первый диск местных исполнителей. В назначенное время, в назначенный день, жители Владивостока собрались на территории кампуса ДВФУ и пошли. Столица Приморья приняла эстафету в честь дня ходьбы. И подведем итоги голосования. Напомню, мы спросили телезрителей, а вы пользуетесь госуслугами через интернет? И сейчас пришло время остановить голосование. Результаты опроса вы видите на своих экранах. Безусловно, пользоваться ли госуслугами через интернет или нет – дело ваше. В любом случае, хорошо, что такая возможность у жителей Приморья появляется все чаще и чаще. Но это все уже произошло. Есть что добавить – пишите на страничках восьмого канала во всех социальных сетях. Или звоните номер 249-88-12. И уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу, мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. И еще летом весь мир был напуган. В Корее обнаружили смертельный коронавирус. Были и жертвы. Правда, вирус так и не распространился за пределы больничных стен. Зато пострадали турфирмы. Отдыхающие этим летом сменили направление. Сейчас, когда туристам больше ничего не угрожает, они снова активно ездят в Корею. Сеул глазами туриста. Смотрите без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была я, Инна Щедрова. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Терапия, кардиология, офтальмология Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА